приветствую тебя отец до ночи я приветствую тебя ответ говорю долго не было то так это я дома он недалеко живет где-то минут 10 ходьбы и не могли подключиться и я тебе послал его адрес skype это диодий подщуков там я должен был найти и позвонить а я не знаю как я нажал ничего нигде нету да есть почему вы то не наберете меня вот ты же позвонил нет звонка не было я сижу около него я жду вас сколько уже часов я не отхожу нет это я не не время только тратить то я никогда не набирал я наберу а ничего нигде нету он-то меня знает у меня по-русски все написано понимает он он лежит и не выходит из дома я тебе вот хорошо объяснил состояние такое понимаешь вот он значит он очень хороший художник даже не думали что он так будет и мы попробовали чтобы он значит расписывал храм да и предварительно он на много проповедей твоих прослушал и бесед нашу нашу все послушал да и он значит это слушает писание качева слушает там ну других отцов слушает невидимую брань прослушал лестницу он так духовно крепкий но у него была такая серьезная семейная драма была и он значит ты видишь здесь еще причина была вот я как исповедуюсь что он значит ну с мамой видишь она вот спорила со мною я говорю вот нужно значит детей по христиански воспитать чтобы они там правила исполняли церковь ходили там читали мы если я но так вот программа была вот твоя но она как нет им надо светское образование получилось что и не светское и не это да ну он когда вырос в Георгий он окончил художественный институт и хорошо в него как раз талант оказался это да ну вот такая семейная история получилась да ну наверное не надо рассказывать здесь неприятное да и он переменничал он где-то три года продолжалось он значит такой эмоциональный он это глубоко пережил и вот этот невроз сейчас у него вот так перерос в такую здесь он значит не спит постоянно он там у него воздуха не хватает здесь да и вот он говорит я хочу работать я хочу воспитать потому что там работы много здесь да да и вот он я хочу с Игнатием посоветоваться здесь вот я говорю идем ко мне он говорит мне тяжело пойти идем ко мне домой и от меня выйти да здесь недалеко даже на машине можно было да и вот он то здесь говорить не могу ну вот такая история здесь так а я чё я то чё могу тут помочь то никак тем более так какая от меня польза то ему да я ему ещё скажу я скажу как написано в Святой Библии да что я вот это ты ему скажи и всё да и он понимаешь здесь он причастился на Петра Павлова да и вот здесь говорит я ещё не готов причащаться вот здесь он вроде нормально он исповедуется и и всё это старается здесь да вот чтобы он сказать ему чтобы он вот так исповедовался причащился здесь вот так вот ну если не порядок в душе тут не надо ему причащать это наоборот надо сначала выйти во свет Христов а у нас как будто лекарство какая что-то не ладится вот пришли тут в церковь ну а священник ушёл оставил библиотекаршу её спрашивает там женщина стоит как вот мне быть у меня сын запил запил и всё ну пускай придёт причаститься это же безумие полное ему в храме то стоять нельзя он должен с соглашенными быть она пускай причаститься как будто панацея какая-то вот он причаститься и что-то у него где-то щёлкнет выключатель или стакан выпадет из руки ну он видишь причастил что ему очень хорошо стало он опять рисовать начал видишь вот это он десять минуты где вот он на воротах написал на иконостасе понимаешь вот всё-таки остаётся два пункта из-за чего всё первое родиться свыше у него другие мысли на всего человека и второе быть Вадимом Духом Святым вот возьми вот смотри я тебе показываю ты знаешь что это такое видишь вот семикратно в день становись на молитву псалом 118 164 стих и у него это всё уйдёт почему потому что он погрузится в сферу окружение вот это в Духе Святом со Христом и вот это всё видимое это временно а не видимое вечное у него совершенно другой подход будет к тому что есть сейчас сна нету но это хорошо что сна то нету пускай молится до изнеможения помолился опять занимайся своим опять не надо акцентрировать внимание на том что у тебя что-то не ладится ты ещё не знаешь что из этого будет а то бывает так жена неверная стреляется там всякие пакости да бог ты не для этого допустил то для тебя для тебя обстановка твоя как раз по твоему положению больше тебе бог то не даёт по мере увеличения страдания бог больше силы увеличивает 10-13 1 коринфянам так что мы могли перенести всё то и вы ему и сами это можете сказать богу то доверия нету верующего то вот не может там то другое драма у верующих нет драма у них и у них радость написано радуйтесь еще раз говорю радуйтесь у него все в радости будет и после на себя посмотрит и засмеется что я дурил то что это значит в вопросе вечности то возьми там где-то показывают там южных странах в Сирии арестовали христиан 13 человек одели в красную одежду вывели и каждый нож берет и одновременно все режут их жизнь закончилась молодые люди а здесь еще нету сытые обутые одетые у меня сна нету да только делов то нету молись молись трудись до изможения у меня были такие люди приезжают а у меня сна нету я говорю будет сон давай работать вначале работать он едва доплелся упал и до утра не повернулся надо физически работать не кисточкой только это не нет это не пойдет так и что я ему скажу то толку то был бы он здесь допустим копать ну пускай он на меня меня то и наберет я то я ни одному человеку никогда не звоню у меня зачем то нет нет ты подожди он когда тебя набрал ты должен это ответ дать подключить ну пусть не было у меня звонка то как я подойду включать не звонок там на этом будет написано подключить ну не было это не было у меня не было его подключить я подключил я сижу рядом ко мне такие люди приходят и говорят я могу его заблокировать или подключить выскакивать не было ничего не было я рядом сижу и я написал за это ответ не можем войти нет нет пускай раз другой пробует еще пробует конечно скажи ему вот ты сейчас позвонил я тебя раз стукнул и все зашел да да это ну мы здесь друг другу в контакте уже ну значит с Минска приезжал к нам Илья и Ирина они тебя слушают мы Игнатия слушаем и вот они там значит как паломничество по местам нашим здесь съездили да и вот здесь наверное вот в Минске они живут такие юные молодые здесь ну вот мы так общались интересно потом один грузин тоже да он тебя слушает здесь вот и тебя ну ты я сейчас видел что это он сладкий и такие приятные были встречи что вот твои слова проповеди доходят здесь мы желаем тебе ответ что ты духовно окорлял сейчас вот мы как получимся как там хозяйство наладить огороды сделать от тебя вот такие ролики идут в основном и вчера тут ко мне один новый человек зашел мы уже второй раз встретились и он мне как задание дал вот то-то то-то покажите документы потому что он хочет благовествовать в церкви занятия вести а священник то там все это боится он говорит еще учить боязливых в озере огненном то и вот ну какие документы покажите что вы православные я говорю а что я тебе буду показывать то ну я показываю у нас служит митрополит митрополит патриарший я он меня причащает все еще больше доказывать то да ну вот сегодня ночью я выставил это очень большой материал он называется боязливых бог не посылает на благовестие миссионерство вот сегодня ночью поставил да он сидит его один сидит человек боязливых бог не посылает это полтора часа мы беседуем там я документы показываю все приговор суда я все показываю а доказать что христос не мог доказать когда его распинали что доказывать то не верите словам верьте по делам он господь говорит да 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 супер у меня вот у нас одна такая проблема тоже посоветую я вот с он и мы когда-то говорили об этом все клинике да да и значит сейчас значит значит он стоит на учете в этом психиатрической больнице ну вот он понимаешь ведет себя так 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 если ну как это сказать да кричать начинает так руками махать столицем да и уже во многих храмах монастырях он служил да но все-таки его ко мне прислали да ну и сейчас уже он показал себя и значит руководство церкви значит обратилось в эту больницу дайте нам справку его отдали справку текущая шизофрения ну и в общем поэтому здесь ему служить нельзя патриарх подписал что здесь только значит божественное литургию и больше и все остальное запретил ну и вот он партизан я не что я два института кончил я семинарии кончил да и я туда да и вот он так в конфликции дома у него дом свой там здесь да пошел из дома сейчас ему квартиру надо все это же деньги ну вот так вот здесь патриарх значит дал ему вот такое благословение и вот мы терпим значит терпим так мирно мы стараемся мир соблюдать и все как его звать то как звать как звать как это монах рука помоги господи и и это и павел тоже за него отец молит хорошо да ну не на ну так она более так тихо ведет себя тихо уже не так бунтуют они здесь и Миша бунта так тихо ведет да они пчеловоды ну нормально все это получается да но сейчас вот я прислал тебе фото да вот у нас значит значит когда начался учебный год мы большой молебен много детей пригласили ну просто мы объявили а так да ну в общем какую-то работу с детьми вот батюшка он значит в семинаре учился там и 9 лет и в академии учился да он так довольно грамотный и самое главное что он любит писание им учился и проповедует писание а ты о ком говоришь о ком говоришь вот это священник который вот где дети попули все а где где мама Василий то ваш который воевал то не мама Василия а мама Василия да ну он тихо сидит так да здесь вроде он пришел в Патриарху но Патриарх его не принял он значит ну он вроде смирился значит он пошел под греческий амопор это я знаю ему давали что его сажали да ну его посадили значит он его листом значит этим крестом голову разбил а кто этот мама Василий а вот такой горячий а кому голову разбил то яговисту а да они там ходили понятно это секта а вас яговисты то эти свидетели ягов это нормально их не запретили нет нет у нас у нас не запретили вообще у нас очень это правительство сменилось вот так они там всякие такие разрешения дают очень и очень нехорошие здесь дают там здесь приняли что там разрешить вот здесь ну как это выразиться да ну садомистов так свободную жизнь не преследовать садомистов так а вы в прошлый раз-то там громили этих с плакатами шли мы в этом году все вышли здесь это опять полн тысячи людей вышло там это все это по улице прошли да но правительство понимает принимает такие законы у нас это здесь вот так что в основном народ здесь спросит да как же говорили виноват Михаил Саакашвили а теперь его нету это это он посеял здесь понимаешь он это свобода он запретил русский язык сейчас у нас нету ни одной русской школы нету ну вот здесь уже молодежь не знает по-русски раньше все это доступно было да да спасибо господи называется да ну а сейчас это значит молодые грузинские священники да довольно грамотные учителя ну хорошие проповеди и книги хорошие печатают так что здесь есть такая положительная волна со временем наверное будет вот мы четверг будем мы придет епископ на следующий четверг будет освещать храм а какая площадь у вас храма для людей площадь не без алтаря где-то 200 квадратных метров да 200 квадратных метров и три предела на сколько человек рассчитан храм да ну там большой храм я даже вот не могу но вот воскресенье у нас почти полно бывает много народу бывает у нас две проповеди батюшка говорит и я говорю ну мы службу немножко здесь сокращаем потому что очень физически тяжело здесь но зато больше внимание вот благовестии вот потом у нас есть библийская группа для детей для взрослых это батюшка ведет да есть там вот видишь в Павле вот этот там рисунок он как художник ведет художественный хрыжок сейчас заболел потом хоровой хрыжок он ведет хрыжок сутья ну есть у нас энтузиасты и мы по мере сил дорогу им открываем есть помещение у нас с божьей помощью вот так получается да так что это это шестой год мы строим строим ну вот патриарх доверил и как раз он старенький очень господи там одеть назначил наместника молодого липистока ну он довольно грамотный проповедник такой ревностный да вот он видишь он сразу поддерживает так вот стал с этим пиромонахом вопрос да он это сделал запрос в этой больнице ему сразу дали ответ и он написал приказ а патриарх подписал вот ограничить служение под служением сейчас под служением да ну что он видишь за истинно сражается да такая положительная будет замена ну а ты проповедь оговоришь на каком языке я на русском говорю да ну там переводится у меня человек а ты знаешь что у нас идут занятия по скайпу да да я знаю ну да приходи да я тебе скину тогда как заходи ты и тебя Сергей примет да можно зайти да понимаешь да вот ну ты передай мое предложение может я ну ты от себя и я еще тоже напишу им да когда я пришел в церковь я удивился как бабушки знают евангелие но это они знали только воскресные евангелия потому что они с детства ходили и они вот это вот это вот это знали здесь вот допустим это в это воскресенье о сеете было и там значит я посмотрю есть очень много таких даже я прекрасная проповедь о сеете или потом это ну я готовился вот поэтому здесь вот как они разбор делают по значит к лапилахту болгарскому это хорошо ну вот первая часть должна быть это воскресной евангелия чтобы они раскрыли глубоко а потом уже это вопрос потому что толкование очень плотное здесь вот допустим экзегет есть там значит на каждую значит на каждый стих там у них очень большой столько там бывает по месяцам великих учителей раскалковывать это толкование включая Златоуста Николай Сердский Дмитрий Ростовский ну такие великие отцы которые именно этот стих здесь очень так толково здесь разъяснение поэтому вот так я слушал несколько раз и мне вот так вот видишь я посмел отцов они так глубоко раскрываются а так ну вот они читают а потом как ты думаешь здесь слышно немножко стало ну я вот предлагаю что вот подробно разобрать воскресной евангелии или праздника и потом вот это отец на ум ты видел мы раздаем евангелие по воскресеньям красненькие такие корочки написано по благословению патриархи кирилла на русском языке а у вас такие на грузинском есть или нет что бесплатно раздавать у нас нету но я понимаю сейчас мы строим мы заканчиваем строим храм мы литерный класс строим а территорию оборудуем потом мы будем сами сдавать очень доступно здесь у нас уже вроде мы доставим перевод значит на грузинский язык современный и тоже будем в таком мягком переплетке будем раздавать видите как жирные буквы жирным текстом и крупно и при том раздают уже раздают не два не три сотни тысяч евангелий уже раздали да видишь ты вот это у нас очень большая проблема что у нас люди и священники не знают евангелия вот это и мало проповедуют нет проповедуют но мало есть очень красноречивые такие ажисть там очень все это о покаянии о посетке так в деталях красиво да но вот это главного места этого слова вот как ты и сказал это благая вещь благословение и указание благословения помимо духа святым постоянно жить по духу потому что писание говорит говорит и не будете иметь нужды чтобы учили друг друга то есть догматически надо из евангелия рассказывать а что верно что неверно бог сам будет полагать на сердце а то такие пустяки спрашивают ну скажут ребенку и так понятно что это не христианское дело я хотел спросить вы когда храм начинали строить я у вас там был и внизу было много арматуры это вы арматурой что укладывали сваривали там нет это это мы фундамент делали это фундамент в виде плиты да да а внутри внутри у нас ленточный фундамент но такой очень серьезный фундамент а ленточный фундамент на какую глубину был под этой плитой ну где где-то метр был даже больше не то есть ленточный а на ленточный у вас идет эта плита упирается да а на ленточный уже этот сам храм строится вы из чего храм то стены из чего здесь и на нем строили но там ушло 9 тонн арматуры там строители сказали стопим землю ложишь столько материала вообще там у нас дома эти восьмиэтажные да столько они не ложили арматуры есть но у нас вот архитекторы вот здесь строят храмы очень толстые стены допустим у нас это 60 сантиметров ни на сантиметр они себе не уступят здесь сундамент тоже очень мощный допустим небольшой храм там 8-10 метров да они сделают там я видел сундамент на 3 метра они высыпали там в одном месте здесь так что здесь вот такие легкие храмы а я когда был в Бресе да там у них легкие светлые храмы все расписанные и значит там такая очень удобно значит там хорошо служить а здесь маленькие окна темно я это столько воевал чтобы окна большие делать у нас у нас лесно вот это такая традиция у нас грудинские вот а люди страдают они не видят здесь 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 там они вот очень эти трудности ну Божья помощь вот вот это вот отец твоими молитвами им Бог нам дал и сейчас у нас каждый раз праздник здесь приятно что так получилось но ты говорить будешь потому что я выступал у вас в храме проповеди говорил не один раз поклон всем передавай кто знает кто помнит да да они когда я тебя напомнил да это это большой человек они говорят да да все помнят это да это это всегда да так что да ну понимаешь здесь уже я видишь так уже мы так не часто общаемся да но духовно я всегда с тобой понимаешь здесь я я всегда спрашиваю а что бы Игнат сказал бы да я сразу идите идите учите идите работайте да читайте евангелие исполняйте но и самое главное что здесь я места места показываю здесь вот из писания не просто так это вообще можно нельзя это можно да нет я евангелие ну вот точнее говорит нагорную проповедь ну с Божей помощью вот так вот получается да а у вас патриарху Ильи сколько лет уже ну ему где-то 85 где-то там ааа да 85 но он физически очень слабенький очень слабенький вот вот я вчера там это антиминсты мы там даже не были в патриархе и был да да я спросил у него вот там который этот служит как он антиминсты должен был давать как патриархе нормально нормально что там его и врачи все это поддерживают но он это там еще и проповедует и слово скажет и только но скажет да такое ты видишь он очень образованный он никогда не кричал он всегда спокойно говорит здесь но ему досталось окружение вот после коммунистов здесь вот эти священники там есть и все эти как их там старости все эти там же такая кормушка была да ты понимаешь ну и он видишь здесь тихо сидел но когда появлялся человек он ему вот когда мы с тобой были у него так да да потом при встрече я встретился с ним да и вот он мне это сразу открыл дорогу он предложил мне вот это храм там в Армении и так далее да послал в Армению ну сейчас там этот храм восстановили все это да но он закрыт там там служения нет но вот вот так здесь что могли тут потеря армянских целые привез тогда целый грузовик такой этот полуторка было здесь 5 тонн привез целый библию диван от 2 до 3 понятно я хотел спросить тебя Данелия фамилия Данелия это ваша фамилия ну грузинская ну да это грузинская ну я тут у меня сосед сосед тут он ночной такой устроил там по столбам говорит голые бабы лазят и прочее мы с ним разговаривали а он и говорит ну вот евреев то везде гонят я говорю да а он говорит но есть страна где евреев никогда не гнали я говорю а где это он говорит Грузия это так или нет ну это праздник вот видишь какие молодцы грузии грузины то молодцы какие здесь патриар когда узнал что на умы драйвере да о я мечтаю храм что были служили на еврей на да значит служили на еврей я уже начал читать все это да да ну потом потом вот так вот сложилось я поехал в армению меня послал там в землетрясение и вот я я когда приехал да там это все разрушено они все на улице стоят потому что вот сейчас повторится и вот ну здесь меня окружили что делать что делать а я только вылупился что им сказать да вот да ну вот я вспомнил эту проповедь о воскресении что вы временный дом потеряли но здесь не дом не рукотворный здесь да господь вам приготовил не потеряйте его вот это была главная проповедь о воскресении о царстве небесном да ну вот что я не могу делать я приглашал людей я всех бабушек собрал они то еще помнили песнопения там долго у них не было священника ой они так радовались здесь они принимали меня да ну вот так вот здесь да потом значит этот храм восстановили здесь уже не вершине эти русские помогли они значит эти приства выделили эти а сейчас храм на пожертвования только вот местных жителей на пожертвования и еще это гамлеоба это исполков как это местный нам тоже помогал здесь вот здесь а так свои рабочие свои инженеры там этот прорабы все 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 свои ну вот я залез что у меня столько денег ушло на значит на вот этот храм на вот эти стены на эти здесь облицовку здесь все а это могло быть на благовесие я бы учителей пригласил там издательство могу сделать на это здесь распространять на грыжинском мало книгах таких огласительных вот здесь обучающих и наши есть очень образованные монахи они вот обцов переводят очень такие твердая пища пока молоко а у вас стены какой толщины из чего они шестьдесят и все из камня значит ну тоже это бог помог значит там разбирали у нас казах они были сделаны из суха из такого розоватого камня и значит и вот этот сух мы все привезли туда и потом облицовку тоже из из этого суха эти большие камни мы сделали себе эту пильню по камню значит у меня у нас где-то метр двадцать была большая пила или метр она была да и вот здесь там целая установка ну такие ребята специалисты были здесь и эти камни облицовку делали значит ложили камень а потом облицовка и туда заливали здесь да ну и там это они делали проволоки там это скрепляли чтобы это не это там серьезное дело было такая технология очень серьезное дело да так что ну вот если так а вы когда когда у вас идет литургия вы по-русски ничего не считаете не говорите теперь нет по-русски мы немножко читаем значит я сейчас тоже по-русски все делаю значит мы читаем крапари те которые идут по-русски по-русски они потом это святый божий здесь там потом слава мы на русском и ныне и и кресла и вовеков аминь святый бессмертный помилуй нас и потом они все святы боже святы по-русски вот они все вот так вот здесь по-русски здесь поют богородица дева починаш здесь на вечерние там есть молитвы да ну дело в общем приход изменился изменился все когда ты был вот тогда это русские эти греки они уже давно построили храм они все по-уезжали а эти уже старики уже они наверное ушли которые здесь уже очень старенькие здесь которые новое поколение уже очень 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 там еще раскол это старостильники они приходят а мы уже праздновали нации приходят да вот это очень и вот этот значит с Украины да ну вот там приехали с Украины да и вот ну мы просили рассказать как вы там служите да но хотел спросить расскажите как у вас на Украине а не нет никакого пока решения своего не дал понимаешь у нас есть такое мнение что это что если отдельное государство пускай не надо конфликтовать пускай они в мире служат там да им надо дать аптокепалии и там свободно русские пускай молятся пускай и украинцы молятся и все это да я я почитал что вот сейчас новости что значит им нельзя этот филарес даже ему не дадут аптокепалии за то что за его амбиции что я хочу быть это самым самым если и вот да раньше или позже конечно это будет да но вот это это значит война это разжигается это ужасно но с украины у нас много туристов приезжают где воюют а где не воюют там они нам называют в общем это тело христово церковь и вот они поделили какое значение вообще эту аптокепалию надо снять и здесь просто православная церковь и все объединить потому что это они делают вот у нас грузины всегда спорят ну так ведут разговор да а вот этот грузин был там ну там россиям прославился это там прославился грузин там за границу понимаешь своих а их была одна церковь да нету такой таких подвижников чтобы видеть идею такую а сколько у вас в грузии епископов священников знаешь да да у нас много где-то 18 я не могу сказать ну может 20 вот я был я встречался с этим значит здесь помощником патриарха как его назначил исполняющий обязанности патриарха это владыка Шиво это у нас там известный подвижник да владыка Шиво у меня 16 епископов у меня сейчас будет этот собор не собор а собрание епископов будет 16 епископов кажется больше больше там больше войны больше двадцати у нас новые епархии открыли и он назначил туда патриарх назначил чтобы не было не пустовало места а сколько всего священников у вас в Грузии знаете я я туда не хожу и вот такие это не ну я приготовлю я узнал вот этот батюшка наш он там учился он может даться а сколько населения в Грузии всего ну ну здесь было да было где-то пять тысяч сейчас наверное четыре с половиной нет не тысяч наверное миллионов миллионов понятно да здесь да и вот видишь как получается вот он этот миллионер он значит сделал так чтобы его поддержали и выбрали его он этого Саакашвили убрал да а этот Саакашвили он подвигатель и потом он занялся бизнесом таким здесь это да уже очень народ его отошел от народа своим делом занялся здесь да и вот сейчас вот у нас были воскресенье выборы и выбирали президента у нас парламент значит у нас этот парламент спикер он значит второй президента он главное место занимается да и вот они выдвинули такую женщину ну своего у них не было такого человека такой личности чтобы он был президентом ну и вот сейчас у них была разница между одного этого Саакашвили был да и вот от Саакашвили была эта женщина да и они где-то один полтора процента у них была разница она выиграла сейчас будет второй тор уже было 50 процентов ну вот если они опять выиграют то бы опять не началось вот это дело ну да в войну у нас же столько беженцев еще не залетили что у нас очень проблема жилья вот с этими беженцами это же сто тысяч там человек было здесь это очень а откуда беженцы то с Абхазии да ну вот здесь было в Сенвале да первая была это война да а вторая это как Илья сделал это в Сенвале было Сенвале он понимает что он с русскими здесь он поджигатель ну там они русские где-то что-то нахулиганились ну можно было мирно договориться да а он это кроется по жесту очень-очень с оскорблениями здесь да вот и естественно все начали стрелять вот ну и до войны дошли а с русскими отношениями не улучшили за это время нет у нас везде у нас нету такого национального вопроса вообще нет здесь да принимаете русских и всех и всех всех принимают да здесь диму здесь с русскими нормальными здесь так вот курицы у нас свободно ходят здесь тут много русских ходят сейчас много иностранцев приехало Да, Грузия очень большой популярностью стала пользоваться. Неспокойно и недорого. Ага. Ну вот. Ну да. Маленько я хотел узнать. Потому что, видишь, в тот раз, если через Абхазию ехать, то в Грузии уже не запустят. Видишь, какой закон был. Нет, нет, нет. Это нельзя. Если ты поедешь в Грузию, тебя отстрахуют, нет, посадят в тюрьму. И пока ты там не заплочишь, значит, где-то несколько тысяч долларов не заплочишь, тебя не решишься. Ну у нас-то хорошо получилось-то. Ты помнишь, как мы ходили там, когда нас задержали-то? Да. Как я там довел до слез их там. Отпустите и все. В Азербайджане, да? Да. Ну, это сейчас тоже по-прежнему. Азербайджанцы и грузин. А грузины и азербайджанцы. Армянин и грузин. А грузины и армян. Вот такая нездоровая остановка. Но он ведет, допустим, к Армению, там климат более суровый. Там мешок чеснока продавать сюда. Ну что это такое, да? Ну вот там, значит, отберутся на критику. Да, они уже не рады ехать сюда. Ну ладно, поговорили. Так, у нас никаких тайн не было. Я разговор этот выставлю. Утром он будет стоять у меня. Посмотришь. Нет, нормально, да. Нормально. Ты не против, ничего? Да, да, да. Так, ну что там? Павлу-то скажи. Скажи, молись, самое главное, и работай. До пота. Чтобы у тебя свободной минуты не было. Как только свободная минута, все время твори молитвы. И у тебя сатана не будет доступа иметь. Объяви посты, молитвы. Мало ли, что в жизни не бывает. И мне это не надо знать. Что там? Я таких людей вижу здесь. Сразу за не могли и все. Господь говорит, я с вами. И тот, кто в нас, больше того, кто в мире. 118-64. Да, 118-й Псалом, 164-й стих. 164-й. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Не только за то, что нравится. Суды. Бог судил тебя так пострадать. Он знает. И поэтому возблагодари Бога и продолжай служить Ему радостный. И тогда тебе мысль, вот если ты 7 раз будешь, а 1 раз, это так, 3 святое и 100 поклонов. И после этого своими словами. Не надо ему советовать психологу обратить. Нет, не надо. Не надо, не надо. Обращайся ко Христу. Нам нигде не заповедано ходить к психологу. А он, главное, психолог, а души не признает. Зачем к нему идти? Я тоже так думаю. На Бога надейся. И благодари Бога, что Он тебе послал испытания. Да. А то мы любим, когда тепло, светло. А Господь знает, куда нас направит. На вершину горы или в подземелье. Да. Да. Я буду молиться о нем. А он пускай посмотрит. И когда нас же зайдет. Только скажи, никакой тайны. У нас все выставляется в интернет. Да. Все выставляется. Почему? Люди находят пользу здесь. Ты знаешь, у вас было страны по-разному. Называются. А как только дойдет до Грузии, у меня слова выпалывают. Благословенные. Да. Ну, конечно. И климат, и здесь, и природа, и продукты. Слушай, отец Новым. Ты мне на один вопрос так и не ответил. Когда мы заехали второй раз, мы поехали в Афины в это время. И вы не знали, что мы к вам заедем. И когда я там слово сказал, мы, говорим, очень торопимся, выходим. И сразу люди понесли разные лаваши. Где они взяли это? Как они могли это узнать? Это поминальный день был. А-а-а. Ну, они нас загрузили. Мы только выехали, расположились. И давай... Я говорю, ну, как они могли знать-то? Пришли в храмы такие. Сыр у них там и все. Это поминальный день. Это ты их уже настроил, наверное, так. Они нас загрузили. Это все свежее, хорошее. Я же не знал, что это, да? Ты все, что ты там не сделал. Память самая хорошая осталась. Да. И на границе, когда переходили мы, а я им дал визитку. А там грузины сидят на таможне-то. А у них как-то высоко подниматься туда. Ну, нам надо уже ехать. Они не как. Зашли на наш сайт-форум-то. И там сидят, смотрят, радуются. Говорят, вы нас отпустите, потом посмотрите. Да, да, да. Ага. Ну, а мне в память больше всего понравилось, как ты первый раз был у нас, и мы в дяди Годи. Да, 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 да. Так это и грузины, и все. Это баптистский пресс-фитер был. Да. Да, да, хорошо. Да, слава. Хорошо поговорили. Да. А ему вот в том, здесь вот патриарх, здесь глава православной церкви, и вот он знал, какой он проповедник, и ему нужны были учителя, благовестники. И он его поставил здесь на свою кафедру. И он там эти проповеди говорил. И все слушали. А потом они узнали, что это баптист. Баптисты на дядю Году, на дядю Году доме обрушились, да? А православные на патриархах. Война началась. И тогда, ну, Господи, это не нужно. Так, Слово Божие, проповедуйте. Это, ну, слушайте, двери откройте. Так, они как говорили, он, он говорил тогда, говорит, подошла бабушка и говорит, а почему ты не перекрестился, и почему у тебя одежды-то нет такой-то? Он говорит, а когда, говорит, я не перекрестился, он говорит, ты антихрист. Я, говорит, так, жалею, сейчас бы если вернулся, я бы все сделал, что говорят, лишь бы проповедовать. Да, вот, вот, да. Он, кажется, в этом храме Сионе проповедовал? Да, да, вот тогда же не было этого большого храма Тройцы. У нас же этот большой собот построил. Ну, да, как храм Христа Спасителя, так вот. Ну, еще я купель у нас большая есть, я потом все пришлю. Мы в храме построили купель для полного погружения. Для полного, а то стоит по колену, ну, какое-то. Нет, взрослый человек погружен. О! Так, ты увидишь, да. Ну, понятно. Да, да, да. Так, ну, мы еще о тебе молимся каждый день и просим нас не забывать. И я тоже, да, и за чашу тоже поминаю. Вот так. Ну, привет. Ну, все, тогда передавай всем поклон, особенно этим переводчикам, какие у меня стояли, женщины рядом-то, переводили в храме, когда я проповедь говорил. Да, да. Оба раза, они были разные. Ты обоим скажи поклон вам. Мне очень понравилось, как они активно участвовали. Да, да. А тот священник, который тогда был рядом с нами, стоял, был диакон, кажется, большой такой. Где он? Да, да. Диакон? Нет, там был маленький этот, этот же монарх. Нет, нет, большой такой стоял рядом, потом его поставили священником. Я говорю, я в тюрьме читал Гурама Гекешицы, он до того удивился, говорит, вы знаете его? Я говорю, конечно. Да, ну да. Он такой здоровый был, больше нас с вами. А потом его куда-то поставили, говорит, только положили. Гурам, да. А по-нашему как? Не как аналогии? Гурам это как? Гураму, я ему дал три тома. О! Ему поклон передай. Да, хорошо. Я ему дал три тома. А-а-а. Ну, не знаю, вот ему трудно, но делали по-русски. Он отдал другому, и вам видится. Вот такая история. Ну, все, давай, с Богом. Выключайся. С миром, отхожи. С миром. Я постараюсь к утру поставить уже. Да. Ну, спаси Христос, ты почаще заходи. Ну, спаси Христос, ты почаще.